Водолея, доброго вам времени суток! Рада вас вновь приветствовать на своем канале. Меня зовут Ева Лехцер и в текущем видео хочу предложить вам Тороскоп на июнь 2018 года. По традиции карты покажут вам общую атмосферу месяца, события, которые наиболее вероятно проиграются во сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни. А также карты дадут вам совет, как наиболее продуктивно провести вам текущий месяц. Хочу напомнить, что расклад выполняется для широкой аудитории. Проиграться однозначно, тем более во всех сферах, он не может. По той простой причине, что вы можете принадлежать к одному знаку зодиака, но асцеденты в натальной карте у всех разные. Поэтому рекомендую вам еще просматривать Тороскопы по асцеденту вашего знака. Как его определить, вы можете погуглить, это не состоит от труда, и определить его очень быстро. В определенную программу вы убиваете время и дату вашего рождения. Так, давайте смотреть. Общая атмосфера месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Так, общая атмосфера месяца. Значит, смотрите, у вас здесь падает перевернутая королева мечей. Это сама по себе ситуация расчета, аналитики, каких-то, знаете, взвешиваний всех за и против. Почему? Потому что в перевернутом положении королева мечей это ситуация аналитического расчета. То есть какой-то логический подход к решению задачи, вашим проблемам, попытка взвесить все за и против. Здесь может быть также проходить ситуация отчуждения и холода во взаимоотношениях, неважно с личными, либо с деловыми партнерами. И в целом эта карта указывает на ваше преувеличенное стремление все контролировать. Это ваша нетерпеливость, это самонадеянность, что может привести к утрате контроля над ситуацией, но иногда к потерям и лишениям. Но в целом эта сама по себе карта указывает на ситуацию обмана или хитрости, либо здесь могут проиграться какие-то неприятные новости, получение неприятных новостей. Но опять же, как следствие ваших поступков. Но давайте смотреть, что у вас падает в других сферах жизни и определим, чего же это касается. Так, с позиции работы у вас падает перевернутая восьмерка жезлов. Это какие-то препятствия, но не краткосрочные для реализации идей. Это касается таких аспектов, вне зависимости от того, вы работник по найму, либо у вас свой бизнес. То есть здесь какие-то просто временные проволочки с реализацией идеи. Ну то есть пока вы либо собираете все факторы в совокупность, либо ищите какой-то инвесторов, какую-то поддержку, либо в целом способы реализации вашей идеи. Если с позиции работы, то здесь, например, если вы рассчитывали на карьерный рост, идут какие-то вот задержки в плане либо вашего обучения, либо в целом, знаете, как я говорю, бюрократические проволочки, да, из-за которых вас не могут повысить. Если на текущий момент вы являетесь безработным, то ситуация останется без изменений. В июне месяце здесь нет перспектив, скажем так, трудоустройства. С позиции финансов у вас падает перевернутый император. Ну, во-первых, это ваше дикое желание все контролировать. Вот оно вам перекликается с вашей перевернутой королевой мечей. И опять же, если у вас свой бизнес, здесь вы четко будете зависимы от решения какого-то партнера по развитию ваших текущих проектов. То есть, знаете, сферы его влияния. Если вы же все-таки не от кого независимы, самодостаточны, то на текущий момент ситуация вот какой-то вот самонадеянности. Потому что, ну, во-первых, я не вижу здесь резкого роста финансов в июне месяце. Это просто попытки удержать то стабильное состояние положения, которое есть у вас на текущий момент. И опять, если с позиции бизнеса, то это вложения, которые окупятся не так быстро, как вы на это рассчитываете. Если своего бизнеса у вас нет, вы работник по найму, то это такая вот ситуация, знаете, как ровно. Ну, то есть, какую вы зарплату получали, такую вы и получаете. Здесь нет притока нового источника дохода, либо в целом роста ваших финансов. Так, что вас ожидает в плане здоровья? Перевернутый пашкубков. Ну, текущий аркан, в первых, показывает на ситуацию эмоционального, такого душевного раздрая. Помимо всего прочего, текущий аркан говорит, это может быть ситуация, особенно те, кто работает много на ногах, венозного расширения вен, либо в целом ситуация отеков. Помимо всего прочего, перевернутый пашкубков. Это карта каких-то, знаете, детских болезней. В каком плане? Если у вас маленький ребенок болеет ветрянкой, либо корь, то это сама по себе ситуация, когда вы можете на себя перенять эти детские заболевания. Часто еще перевернутый пашкубков указывает на обострение хронических заболеваний, которые могли быть связаны с вашими детскими нарушениями. Ну, например, вот у вас была в детстве родовая травма, там, да, гипоксия, кислородное голодание, и, как следствие, у вас теперь идет вегетососудистая дистония, либо какие-то психосоматические расстройства. Вот это, скажем так, отголоски прошлого. Может проиграться еще именно так. Так, с позиции личной жизни. Ну, с позиции личной жизни, очень однозначно, вы на коне шестерка жезлов. Тут, как говорится, все карты вам в руки. Во-первых, по этой карте, вне зависимости от того, мужчина или женщина, у вас очень много партнеров, поклонников. В целом, ситуация, когда в мгновение ока и по щелчку, вы можете завоевать любой объект вашего внимания. Помимо всего прочего, если вы на текущий момент свободны, эта карта четко говорит о уверенном продвижении вперед, это выбор из множества вариантов, когда вы будете, ну, знаете, как перебирать вариантами, выбирать наиболее достойного кандидата. И либо одновременно у вас идет ситуация сравнения, да, и выбора из нескольких, либо отношения с несколькими людьми одновременно. Если вы находитесь уже в каких-то стабильных отношениях, это динамичное развитие, скажем, этих отношений, переход их на качественно новый уровень. Это в целом аркан страсти, любви, похоти, желаний, ярких таких отношений. Помимо всего прочего, здесь может быть ситуация совместной поездки куда-либо. Потому что шестерка жезлов – это карта-сигнификатор еще переездов на длительные расстояния. Так, ну и совет от карт. Что же вам советуют арканы? Двойка жезлов. Вот посмотри на саму прорисовку аркана. Весь мир у вас в руках. Не могу сказать, что у ваших ног, но у вас в руках. А это дорогого стоит. Почему? Потому что аркан показывает, что у вас масса возможностей для личностного роста, для развития бизнеса, для достижения каких-то целей. Потому что, во-первых, слишком много пройдено, у вас очень много опыта и мудрости за спиной. Видите, какие высокие горы. То есть это то, что вы уже преодолели. И вот у вас в руках новые перспективы. Два жезла. Масса вариантов. Ваша задача – лишь захотеть и суметь это реализовать. То есть увидеть тот истинный путь, то истинное направление, к которому вы стремитесь. Тем более, смотрите, по всем арканам у вас на самом деле ситуация благоприятная. Единственное, что с позиции работы и финансов у вас идет ситуация упрямства. Желание добиться своего, по что бы то ни стало, и как можно, знаете, в краткосрочный период. Сейчас я еще посмотрю, чего же касается у вас общая атмосфера месяца, в какой сфере она у вас наиболее проиграется. Так, давайте посмотрим. Но касаться это будет любви. Смотрите, вот здесь четко для многих проиграется эта вот ситуация. Отношения с партнерами, которые уже состоят либо в браке, либо в целом имеют партнера. Карта любовного треугольника. Она у вас такая сильная эмоциональная тяга. Просто. Ну, карта любовника, как говорится, само за себя, ситуация искушения, ситуация выбора, ситуация осознания, но с этим влечением сделать вы ничего не сможете. То есть это попытки его побороть, задавить. Но опять же, поднимите, перевернутая королева мечей, если с позиции отношений, это ситуация вашего собственного комфорта. Потому что на текущий момент вас все устраивает, вы не желаете ничего менять. Вас устраивает текущее положение вещей. Да, может вас не устраивает ситуация любовного треугольника, но вы понимаете, что пока еще не время что-то менять, что-то решать. Возможно, ситуация изменится в будущем, но не сейчас. Вот такой вышел у вас прогноз на июнь месяц. Отписывайтесь, пожалуйста, впоследствии в комментариях, как он у вас проигрывается или не проигрывается. Я буду вам крайне благодарна за обратную связь. Ну а вас я благодарю за просмотр. С вами была Ева Лекцер. До новых встреч.